Всем салют, RedHardTut. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать на самом хардкорном серии, по моему мнению, серии не бежим. Давайте приступать, приятного просмотра. Сезон зимний, серия девятая. Как вы уже догадались, я решил вернуться на базу. И знаете, что я для себя открыл? То, что я балбес. Оказывается, у меня на базе была полная, ну почти полная, кастрюля воды. Это, по-моему, жесть. Оставил я пустую кастрюльку на базе, также скинул сюда СВТ-шку. Зачем она мне с собой нужна-то без патронов? Пиво вот взял с собой в дорогу попить, но, оказывается, у меня есть кастрюля, поэтому пиво мне теперь с собой не нужно. Покушать взял себе бекон. Будем пока идти на алтарь перекусим, ну и заодно давайте сразу зальем себе физраствор, чтобы наш, хотел сказать, экран стал почетче, но экран у нас с багом и так яркий. Кровь у нас с вами слегка красная, поэтому я надеюсь, одного физраствора нам хватит, чтобы она стала хотя бы желтой. Зеленой-то, понятно, с одного физика она не станет, но хотя бы до желтого, я надеюсь. Да, отлично, отлично, до желтого мы ее с вами догнали. Так, фитязи можно положить на плечо теперь. Светлышку-то мы с вами оставили. Отлично, нормально, мы с вами так разгрузились. Сейчас будем предпринимать вторую попытку добраться до алтаря, дабы продать все наше добро и заодно вылечиться от сальмонеллы. Так, а где у меня деньги? Я, кстати, с собой тоже все взял. Надеюсь, сможем мы с вами исцелиться. У меня всякие магазины, пистолетики, патроны есть. Я вот думаю, краску еще прихватить. А вось найдется какой-нибудь ценитель, любитель прекрасного, кто хочет порисовать мешковину. Вот, не знаю, брать с собой, не брать. Может быть, оставить, может быть, гилик скрафчу. Может быть, продать, может быть, она дорого стоит. Ну, возьмем, а там посмотрим. Картоху давайте сожрем. Она вроде как разбоговалась. Блин, она холодненькая. Давайте ее положим погреется и потом уже съедим. Ну что, попытка добежать до алтаря. Дубль два. В этот раз как-то даже скучно. Вообще ничего не произошло. Спокойно добежал. И ладно. Никого не встретил, никто меня не пытался сожрать. Раму я оставил у себя на базе. Какое-то нехорошее предчувствие у меня было. Поэтому я кое-как ее там в бочку вместил. Прибежал с тем, что есть на алтарь. Ну и сейчас попробуем здесь немножечко побарыжить. Отлично, есть 19 штук. И магазин на ЮМП. Не надо? Магазин нет, а патроны надо. Ну, 19 штук, это я штук 10 вот за водку тебе попрошу. Давай я все отдам, а то я не знаю. Мне опять скажут, что я за дешево беру, потому что я ютубер. Со скидкой, да? Да. А что-то у тебя не освечивается или нет поясной сумки у тебя росла? Я есть. А, птички висят, значит, есть. Есть, да и сон висит. Что-то надо тебе из рюкзака, глянь. За это самое. Ща, я вылечусь, потом буду уже торговать. Спасибо за водяру. Так, а что мы вообще можем продать бармена? Пожарить надо мясо. Мясо вот можно продать из-за этого псевдособачьего месяца. Книжек у нас вроде как нету. Ни книжек, ни музыки, ничего такого. Еду продавать нельзя. Медицина всякая. Но она как бы самому нужна. Плюс нужно купить путь. Витаминок, они здесь продаются, кстати говоря, вообще. Чё за херня, где витаминки? А, вот, 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 вот они, отлично. Сейчас витаминки добивать будем, болячку будем лечиться, так сказать, до конца. Ну и самое интересное, конечно, это у нас магазины, пистолетики всякие, которые можно будет здесь продать. Ну, много мы, конечно, на этом не наваримся. Но, всё равно, тут вот 300 рублей. Тут, чё, магазинчик надо будет разрядить, гранатка. Ну, гранату продавать я точно не буду. Тут у нас тоже пистолеты магазины, магазины. Он там пустой у меня. На первенач тоже продаём. Так, это ещё нам пригодится продать. Это я уже заранее всё разрядил. Ну, короче, чуть-чуть, копеечка к копеечке. Можно какие-нибудь фигульки всякие сюда приходить, продавать. Посредний такой. Ну, ладно, по дешёвой цене. Просто, чтобы на базе не валялось. Вообще, есть вот два. Сколько ты за них хочешь? 1600? Пойдёт. Ты сколько дашь? Я тебе говорю, я в эту игру-то пришёл только из-за тебя. Чё я из себя деньги, какая я могу брать? Тут много твоих фанатов. Такая же филипп. Я купил в Days только из-за тебя. Ой, ну спасибо, пацаны. Да немножко. Плохо. Пойдёт. Вот так вот. Отлично. Отлично. О, чё ж ты раньше молчал? Ну, тоже пригодились. Да ты меня в кожу впаривал. А мне фильтры нужны. Там какими патронами ты стреляешь? Да вот, я тоже смотрю. Давай у тебя заберу с 762 на 54 и на ТТ-шник патроны. А ты у меня 8 этих 357. Давай, окей. Забирай. Всё, спасибо. Итак, торги прошли вроде как успешно. У меня есть три фильтра почти полных. Плюс почти полные две пачки угля. Этого хватит, чтобы сходить на кое-какую военку. Небольшую. И попытаться найти там, может быть, химзу. Но прежде чем идти на военку, у меня появилась в голове кое-какая интересная затейка. А что если нам сейчас полазить по бункерам? Я не так много бункеров помню на память, которые находятся, в которых очень холодно. Но штук 5 я точно знаю. Можно у людей в дискорде поспрашивать. Может быть, они подскажут мне, где ещё лежат, где находятся ещё бункера. Давайте-ка, наверное, попробуем эту идейку реализовать. Обратный путь домой тоже был лёгкий и пушистый. Никто мне не встретился, никого я не встретил, не потревожил. И всё у меня вроде как неплохо. Ничего у меня здесь не пропало. Я надеюсь, рама тоже на месте. Фильтры я скинул сейчас сюда, потому что с собой они мне не нужны. Раму я пока что тоже брать не буду. Потому что я, как и хотел, пойду на военные эти бункера. Там же не газ, там просто холод. Мне нужны будут тёплые шмотки. Ну или какие-нибудь ветки, палки, чтобы развести костёр. Вот. Чё я хочу найти в бункерах, спросите вы. А я хочу там найти, может быть, СЗД. Может быть, противогаз получше. Может быть, фильтра. Может быть, угля. Да вообще в бункерах должно спавниться почти всё. Там и стройлут есть шанс какой-то найти. Поэтому в округе они тут парочка водятся. И как бы стоит всё это дело попробовать. Кастрюльку с аптечкой мне, к сожалению, на базе сложить некуда. Потому что, ну, они там место занимают немножко не так, как хотелось бы. Рама занимает очень круто место. Поэтому пока что кастрюлю с аптечкой придётся потаскать с собой. Ну, ничего страшного. Будем надеяться, что мы с вами спокойно сможем залутать все бункера. Вернуться назад, взять фильтра с рамой. И уже отправиться на какую-то более-менее топовую военку. Хочу найти Хинзу. Хочу найти СЗД и сходить куда-нибудь в Родейку. На Тисы, на СЗ, на Алтарит. Вот. Хочу сам найти СЗД. Потому что я ещё... Вот сколько играю, сколько эту СЗДшку ввели. Я ещё ни одного раза сам её не находил. Только выменивал. Так что вперёд. Покорять местные бункера. Так, это ещё пока что не бункер. Я тут на вышечку залез. И здесь попадаются мне вот такие вот неплохие штанишки. Правда, они в очень угашенном состоянии. Ну ладно, у нас с вами есть набор. Мы сейчас их залатаем. Штаны карго аж на целых 40 слотов. Это на 10 больше, чем наши. И, по-моему, они так же промокают, как и эти военные. Военные, наверное, пока выкидывать не будем. Возьмём их с собой. Может быть, отнесём на базу. Мы, кстати, в дэмэдж-станах будем мёрзнуть. Вроде как пока что не мёрзнем. Если мёрзнуть не будем, то прям в них и останемся. А эти потом отнесём на базу, положим. Как запасные. Ага, вон там вдалеке виднеется один бункер. Вон тот вот. Он рядом с алтарём находится. Здесь, в каменюках, где-то должен быть ещё один. Я решил начать свои похождения по бункерам с этого места. И пока что что-то я его не могу найти. Надо будет в тот дальний не забыть сходить. Но хотя он у алтаря, я не думаю, что там будет много чего-то. Но проверить всё же стоит. Хех, только выключил запись. Смотрите, сразу в сторожке нахожу пачку патронов пристиновых на монстробой. 8 штук. Отлично. Это хорошо. Блин, найти бы сейчас золотой винчестер. Это было бы вообще прям топово. На него никакие обвесы не надо. Бери, заряжай, стреляй и сразу монстров убивай. Вот чего-чего. А защиты от монстров мне как бы очень сильно не хватает. И это неплохое начало. Так, вот он этот бункер. Зомбарь стоит. Я что-то только не пойму. То ли прозрачный он, то ли обычный. Ну и хрен с ним, он далеко стоит. Так, мы всё в зоне холода. Давайте ускоряться. Давай, 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 давай. Дядя далеко. Полтергейстов я здесь ещё в этом бункере не встречал. Поэтому так прям на харизме заходим. Так, что-то жёлт. Да ла... Да... Да ладно! Так, спокойно. Дима, спокойно. Вальтер. Так, чё ещё есть? Рация с батарейкой. Рацию тоже заберём, чтобы лут появился новый. Так, всё спокойно. Тихо, тихо. Тихо. Спокойно. Всё, сваливаем из холодной зоны. Твою мать! Твою мать! Сразу первый бункер и просто бинго! Это... Как ввели СЗД? Твою мать! Это я первый раз его нашёл. А-хри-неть! Просто, просто сразу с места в карьер. Ахерить! СЗД! А-а-а! Твою мать! Твою мать! Жесть, а! Какие бункеры теперь? Нужно возвращаться срочно на базу. Сложить его. Пусть лежит. Пусть лежит. Блин, осталась Химза. Осталась, мать его, Химза. И мы с вами пойдём в Родейку. Офигеть! Просто зашли в первый бункер и сразу же нашли СЗД. Это вообще просто стопроцентный КПД у этого бункера был. Блин, вот это круто. Вот это хорошо. А ведь бункер находится не так уж и далеко от алтаря. Блин, я в шоке. Блин, может быть, кто-то находит эти СЗД в бункерах по КД и для них скажет такие Пфф, ты чё? Ну ладно, обычное дело. Но я за вот, за очень большой срок первый раз нашёл их. Первый раз вообще. Эх, хорошо было, когда рама на базе лежала сайвовая такая. Но, к сожалению, с СЗДшкой она теперь будет занимать слишком много места. Но зато мы сможем сложить туда всякие шмотки. Типа СЗД, типа штанов. Без проблем, каких бы то ни было. Такой Димка уже, получается, становится залутанным немножко хомячком. База его тоже разрастается. А лут хороший, лут прибыльный. Теперь у меня на базе есть ещё и СЗД с запасным баллоном. Ооо, вот это кайф. Патрончики оставим, запасные кеды оставим. Всё это пока что скинем здесь, потому что у меня ботинки хорошие. Кстати говоря, нужно починить наши с вами штаны. А то мало ли что-нибудь вывалится ещё. Будет немножко неприятно. Так, всё, штаны залатали. Набор для шитья с собой взять или на место оставить? Нет, наверное, давайте с собой возьмём его. Потому что наш там уже приказал долго жить. Так, аптечка. Аптечку можно поставить. А можно, в принципе, повесить на раму. Так, так, так. Чё ещё, чё ещё, чё ещё? Блин, столько свободных с пустых слотов. Кастрюльку тоже на раму вешаем. Ой, у меня столько места для лутания. Надо его срочно чем-то занимать. Потому что чё-то как-то это всё не круто, когда у тебя столько пустых слотов. Нужно отправляться... Кстати, Вальтер тоже выложим, потому что мне он с собой не нужен. Пять рублей можно выложить. Но это такие крополя, что как бы не будем про них даже заморачиваться. Ладно, всё. Первый бункер просто удивил меня на сто процентов. Мы с вами нашли ССД. И всё это очень даже неплохо. Может быть, в остальных бункерах тоже будет такая же хорошая нажива. Так что, пока что, мой план мне нравится. Давайте будем отправляться дальше. Следующие бункера, которые я знаю. Следующий бункер в моём списке расположен около деревеньки под названием Пусто. По сути дела, самый берег. Мне кажется, лут здесь будет такой себе. Но я надеюсь, что здесь не будет никаких полтергейстов. Как вы заметили, уже начало темнеть. Это не есть хорошо, потому что видно немножечко хреново. Но у нас с вами есть налобный фонарик. Не знаю, стоит ли его зажигать или не стоит. Но мы, наверное, зажгём. Только чуть поближе, когда уже подойдём. Не видно ни хрена. Прозрачных заборей на снегу так-то видно почти не было. А в темноте и подавно я их не увижу. Так, по деревне вроде никто не бегает. Никто там фонариком не светит. Это наш шанс. Спокойненько, потихонечку залутать этот бункер и удалиться в освояси. Благо, тут рядом есть дома. И если что, так всё, мы в холоде. Если что, мы с вами сможем спокойно убежать и закрыть кого-нибудь там. Если будут какие-нибудь полтергейсты. Так, вроде пока не видно никого. Где-то шумят. Так, не то. Фонарь. Фонарь включись, пожалуйста. Красненький. Так, чё у нас тут? Штаны какие-то. И чё? Всё. Рация. Так, ещё что-то было в магазине iPhone X. Давай. Ну, давай. Пожалуйста. Возьмись. Ну, холодно же. Твою мать. Всё, 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 всё. Валим потихонечку отсюда. Фонарик вырубай. Да вырубись ты. Падла. Палишь меня. Ну, чё-то, знаете, второй бункер такой хреновенький получился. Ну, это всё потому, что в первом мы с вами нашли дохрена чего. И на втором, ладно, отдохнём. Но дальше я жду также хорошего и интересного лута. Так-то чё, нашли штаны какие-то? Обойму? Рацию, которая нахер не нужна? Батарейку с неё только возьмём. Не, бункер вообще прям огорчил. Я в каждом надеялся по СЗД-шке теперь находить. Ну, да ладно. Обойма тоже пойдёт со штанами. Блин, пёрся. Я, короче, в бункер, который тоже находится рядом с этой деревенькой, но только с другой стороны. Пошёл просто невероятнейший снегопад. И я как бы слегка промок насквозь до нитки. Замёрз. Уже просто жесть до какой степени. Вы просто посмотрите, как херачит снег. Это просто какая-то вьюга. Пурга-бетель, как хотите называйте. Сейчас мы её здесь пересидим, переждём, согреемся. Заодно немножечко подкрепимся, потому что вот здесь я видел консервированного тунца. Сейчас тунца подогреем, сами немножко подогреемся. Буран этот пересидим, переждём. И пойдём дальше исследовать бункера на предмет какого-нибудь ценного, интересного лутецкого. Овечки тоже, видимо, хотят залутать бункер, но у них это не получится. Потому что что? Потому что я их выбрал своей целью. Животные в Дейзи работают немножечко неадекватно, поэтому можно спокойно к ним приблизиться и ножом их запырять. Главное, чтобы они не убежали в холодную зону. Потому что в холодной зоне как бы разделывать животных будет немножечко неумно. Так, стой. Только не пыряйся. Давай. Ладно, хрен с тобой, и так умрёшь. Давай. Давай. Так, один скопытился, сбаранился. Всё, и второй тоже готов. Сейчас сразу разделаем. Вон, кстати говоря, бункер. Тоже он находится рядом с этой деревенькой пусто. Странно так расположено. Два бункера рядом с одной деревней. Но допускаю. Здесь, наверное, лут тоже будет такой себе. Нулёвенький. Так, шкура не упала. Видимо, у меня навык всё ещё очень маленький. Зато упал кусок мяса и кусок жира. Мы сейчас их засунем в штаны, и это будет нас согревать. Кости, я вот думаю, может быть, стоит собирать. Всё-таки стрелы, вы говорите, с костяным накалечником можно крафтить. Ну, я об этом знал, но просто не хотел заморачиваться. Слишком уж много костей нужно на эти стрелы. Ладно, перьев там хоть падает по-много. А костей-то вообще падает копьё. Так, и тут тоже шкурка не упала. Ну и мясо тоже падает. Смотрите, вообще просто капелюшечка. Прям вот самые-самые маленькие процентики падают. Мясо давайте закинем сразу в штаны, чтобы оно нас грело. Мясо, жир и косточку. Ну, а теперь время для бункера. Я не знаю, кстати говоря, в каждом бункере спавнится полтергейст. Или только в каких-то особенных. Вон там ходят на улице два прозрачных типа. Пусть они там и остаются. А мы с вами сейчас быстренько чекнем, что есть в бункере. Может быть какой-то строительный лут. Может быть какая-нибудь химза. Может быть какие-нибудь патроны. Может быть какое-нибудь оружие. Может быть какой-нибудь человек сидит в засаде с грелками кучей. Я не знаю, что нас там ждёт. Надеюсь, что-то интересное. Ух ты, замок. Ну, хорошо. Патроны. Так, набор для переливания. Пойдёт, пойдёт. Нормально. Гораздо лучше, чем магазин на FNX. Сейчас всё-всё-всё валим. Отлично. Слушайте, найдём пилу. Купим молоток. И скрафтим себе уже буферку. То есть у нас будет две двери. Жалко, что, конечно, это не шестизначный. Как хотелось бы. Но будет у нас с вами хотя бы буферка. Если мы недостающие инструменты сможем найти. Никто там за нами не идёт. Так, бункер номер три. Он вообще находится на берегу около Черногорска. Самый такой кепковый бункер. Не вижу я ни одного зомбаря прозрачного. То ли их нету, то ли их просто-напросто не видно. Не думаю я, что здесь прям будет какой-то топовый лутецкий. Всё-таки на берегу всё это дело находится. Сейчас там вообще будут какие-нибудь... Опять же, штаны и магазины на FNX. Он ещё и в воде. Ой, жесть, а. Так, вот, рюкзак. Так, питьё. Патроны, патроны. Рюкзак. Нет, слушайте, нормально. Если кепочкой сюда залезть, то как бы неплохо. Рюкзак давайте вытащим, выкинем, чтобы у нас тут новый лут какой-нибудь появился. Нет, слушайте, если кепкой залезть в такой бункер, то это хорошо. И рюкзак, и патроны и попить, и поесть, и прицелы, и... Блин, ну нормально, нормально. Свой хлеб, так сказать, он отрабатывает. Так, это бункер, по-моему, был под номером 3 в моём списке, да? Осталось ещё буквальных штук. Пять. А вот этот пионерский лагерь нам с вами уже знаком. Даже по этому сезону мы здесь с вами находили целую пачку гвоздей. Прозрачных зомбарей не видно. Полтергейстов я здесь тоже ещё не встречал. Поэтому смело заходим внутрь. Тут, правда, есть ещё здание, недалеко, к которому, если что, можно закрыться и переждать. Бурю, которую ты вызовешь, если сагришь всех. Но оно, может быть, нам и не понадобится. Так, бункер номер 4, давай. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Пистолет-разгрузка. Фонарик наломный без батарейки. А вот это уже тревожный маячок. Так, вроде бы ничего больше нет, да? Ну, тоже, по сути дела, пистолет один нашли. Потому что разгрузка мне не нужна. Фонарик тоже как бы не нужен. Нашли с вами пистолет. Ну, чисто за какие-то копейки его можно будет на алтаре бармену продать. И то пойдёт. Вот и он. Бункер, который я не хотел ходить больше всего. Потому что, если вы внимательно смотрите мои предыдущие серии, то в этом бункере живут полтергейсты, которые заставили Димку зажариться на костре. Ну, это в прошлых сериях. Давайте не будем настраиваться на плохое. Здесь я точно знаю, что спавнится полтергей. Поэтому пытаемся как-то по стелсу, по аккуратности. Я пока что никого не вижу. Ни полтеров, ни геев, никого. Слава богу. Хрен с ним, с холодом. Тут, знаете, больше боишься, что появится этот орущий пень, который будет у тебя воровать вещи. Блин, главное, чтобы он внутри не сидел. А то опять просто так уйдём. И всё. Так, аккуратненько. Никого тут? Так, тут никого. Блин, штаны. О, сумка поясная. Сумка поясная, это хорошо. Она большая. Она вешается на раму. Так, и фонарик, да? Пистолетный. И всё. Ну, я бы сказал, что фигово, но сумка поясная на 42 слота, это неплохо. Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Увидели его? Так, Димон, будь здоров. Хрен с ним, с холодом, как я уже говорил. Аккуратненько валимся отсюда. Ой, хорошо, что он нас не заметил. Ладно, знаете, сумка, сумка вот эта поясная, она, в принципе, окупила себя. Потому что она вместительная. Она вешается на раму. На неё ещё там бутылки можно повесить. В общем, она стоила того, чтобы её найти, так сказать. Кстати говоря, вот ещё одно обновление. Сейчас на сервер ввели навык дешифровки. То есть мы находим с вами документы. Нажимаем читать. Читаем, 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 читаем. Бабах, навык дешифровки повышен. Когда у нас с вами будет большой навык, мы с вами сможем в этих документах найти координаты схрона. С каким-то ценным или не очень лутом. Что тоже весьма и весьма интересно. Какой-то, знаете, смысл этим документам продаёт, нежели... Придаёт. Нежели просто их продать бармену или, не знаю, или как на восьмом сервере их просто за деньги сдавать. С тайниками это уже какая-то интересная такая фишечка. Ну а мы с вами на пути к бункеру под номером шесть, семь... Я уже сбился. Вот он, шестой или седьмой бункер. Находится он около посёлка Надеждина. И на этом бункеры, о которых я досконально знаю, заканчиваются. Ну и не то что знаю, знаю я ещё парочку. Но в них я не пойду, потому что они очень далеко. В этом курмыше мы с вами вроде все их облезли. Давайте сейчас аккуратненько его лутанём. Так, куртка какая-то, патроны. Магазин вроде как на АПС. Так, выходим и вываливаемся от... Твою мать! Ой-ой-ой-ой-ой! Здесь тоже полтергейт спавнится? Это жесть! Да, Диман, не кашляй. Уже столько за сегодня мёрз, что уже можно потерпеть. Шмотку нахер. Чё по сути дела там нашли? Патроны магазин? Ну такое себе, знаете, порадовал только первый бункер и бункер с замочком. Все остальные, ну, грубо говоря, можно было не заходить. Итак, подводя итоги, что мы с вами имеем? Грубо говоря, 50% моих хотелок мы выполнили, потому что я хотел найти ССД и Химзу. Мы с вами нашли ССД, и этого уже, в принципе, достаточно. Нашли мы с вами всякие там пистолетики, шмелетики, магазинчики, херинчики. Я, наверное, сейчас отправлюсь до своей базы. Только, естественно, сначала погреюсь у новой тужурки. Вот. Отправлюсь до своей базы. Возьму все патроны. Возьму, наверное, часть гвоздей. Сбегаю в тот бункер, который хотел посетить около алтаря. Вот. И попробую продать шмоток, патронов, вот этих всех магазинов на 2500. Потому что в среднем Химзу продают по 500 рублей за одну вещь. Там 5 вещей, 2,5. Ну или, может быть, просто сразу патроны, магазины, какие смогу поменять на Химзу. В общем, сейчас цель какая? Сидим, греемся, отправляемся до своей базы. Берем кое-какие шмотки, идем на алтарь, продаемся. Получаем Химзу и идем с вами в Радейку. В одной из таружек мне повезло найти ятер. А так как у нас с вами рыбалка прокаченная. Кстати говоря, рыбалка на ятер вообще как-то влияет, нет? Давайте, наверное, займемся рыбной ловлей. Сейчас поймаем карпика, разделаем. Все равно мне периодически приходится греться в кастрюлю, потому что идет снег. Мы промокаем и мерзнем. Ну а что за зря израсходовать запас баллона. Сейчас карпа поймаем. Заодно сразу наполним все наши емкости. Очистим их, пока наш карпик ловится. Слушайте, какой прикольный звук. А он был раньше? Звук вот наливания в бутылку. Ну-ка, фляги есть? Да, слушайте, и фляги есть. Слушайте, классный звук. Я что-то не обращал внимания. Раньше был он, не был? Не помню. Хоть убейте, не помню. Вот. Сейчас карпа поймаем, зажарим его. И будем им греться, наслаждаться и топать до базы. Вот и первый карпик. Отлично. Улов пошор. Пошоль. Пошор. Господи. Ятер у нас с вами уже дэмэдж. Я так понимаю, всего на два раза его хватает. Ну, двух карпов, я думаю, нам хватит, чтобы с вами и немножечко перекусить, и немножечко согреться. Мы с вами снова дома. Благополучно мы добрались. Скинул я замочек. Взял с собой все вещи, которые хочу продать. Патроны, плюс чуть-чуть гвоздей. Штанишки вот эти вот взял. Ну, на самом деле, штаны мне просто-напросто не нужны. Я так понимаю, эти штаны тоже промокают, поэтому особого смысла хранить их на базе нет. Скину их просто там где-нибудь, в палатке. А вот кому-нибудь и пригодятся. Кстати, по пути замочил тут курицу, и у меня получилось там ровно на пять стрелок, что ли, хватает. Карпиков я наловил. Ну, в общем, сейчас мы все это дело приготовим. Стрел заодно себе сразу наточим. Ну, и сытые, и довольные побежим на алтарь в надежде выторговать себе химзу. Я очень надеюсь, что мне этого всего хватит, чтобы купить себе полный комплект химзащиты. Вродейку хочу, не могу просто. На самом деле, прошел уже не один вечер в походах моих по этим бункерам. И я думаю, что имеет смысл заглянуть в бункер, где мы с вами нашли СЗД еще раз. А чем черт не шутит? Вдруг, раз тут так поперло, вдруг мы сейчас здесь что-нибудь интересное найдем. Еще раз. Вдруг тут еще один СЗД. Так, давай-давай. Давай-давай. Так, аптечка, хорошо. С противовирусным? Нормально. Так, цевье берем, вдруг продастся. И, 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 и. И вроде бы все, да? Ну ладно, противовирусное нашли, тоже хорошо. Слушайте, этот бункер прям радует с каждым, с каждым заходом. Надо будет его почаще, видимо, навещать. А еще, еще у нас с вами остался бункерок, который мы видели с верхотуры, когда искали этот. Вон в той стороне где-то он находится. Про него тоже не стоит забывать. Это уже у нас какой будет. Сколько вы всего бункеров не считали? Оригинальных мы с вами посетили. Семь, шесть, восемь. Я, если честно, слегка сбился. Последний бункер перед СЗОНОЙ. Находится он очень близко. Прям вот, знаете... Ой. Сейчас, конечно, здесь лагать у меня будет просто жопа. Вот до леса добраться, где вышка виднеется, и там уже будет сейф-зона. Коровы где-то на фоне орут, но не буду я сейчас на них отвлекаться. Мне сейчас главное бункер залутать и уже бежать на алтарь продаваться. Главное, чтобы никакой кемпер не здесь не сидел, не караулил этот бункер. Ну, блин, бункер находится возле алтаря. Ну, что здесь может быть? Ну, хрен его знает. Главное, чтобы там не было полтергейста. Главное, чтобы там вообще что-нибудь было. Потому что если там ничего нет, то это будет вообще фиаско. Чё, мерзнем всё-таки? Димка сопли последний морозит. Так. Попить. Автоматик пойдёт в ботиночки хорошие. Правда, в херовом состоянии. Ну, нормально, слушайте. Я вообще думал, что у бункера около сейф-зоны вообще ничего не будет. А тут и оружие, и ботинки, и пожрать. Ну, пойдёт, пойдёт, пойдёт. Неплохо. Были бункера гораздо-гораздо хуже, чем этот. А вот и сейф-зона. Она находится очень близко к этому бункеру. Поэтому я боялся, что какой-нибудь кемпер на краю сейф-зоны будет едь ждать нас. Ну, не конкретно нас, а просто любого человека, который ходит в этот бункер. Блин, лагает, конечно, жёстко возле этого сейф-зона. Ну, да и ладно, хрен с ним, дошли и дошли. Эм, что за хрень? Зомбарь. На сейф-зоне. Ты как тут оказалась, милая? Так, бронежилет отдай. В палаточку кинем. Кепочкам пригодится. Так, стрелу, пожалуйста, верните. Блин, не вернула. Ладно, давайте сейчас её обыщем. Вдруг у неё есть что-нибудь интересное. Блин, странно, откуда. И обыскивать нихер у неё. Откуда на алтаре, на сейф-зоне зомбарь? Да ещё и мент. Странно. Я тут шарюсь по зданиям в надежде что-нибудь найти. И нашёл вот зомбаря. А может быть здесь где-то в округе есть полицейская машина и стоит её поискать? М? Да, слушайте, офигеть. На алтаре, прямо на самом алтаре заспавнилась полицейская машина. Жалко них или краш, конечно, но полицейская машина тоже хорошо. Арбалет почему-то у нас был разряжен. Не зарядил я его до конца. Отлично. Так, интересно, сколько тут всего зомбари? По сути дела их должно быть четыре, наверное, да? Одного мы убили там женщину. Блин, полицейская машина прямо на алтаре. Офигеть. Если она ещё и не залутана, то это вообще фарт просто. Сейчас здесь какой-нибудь противогаз найдём. Будет вообще круто. Так, пачка патронов пойдёт. Аккуратненько дверку открываем. Что-то какая-то пустая машина, если честно. Какое ощущение, как будто она залутана уже была. Так, магазин на АЕК с патрончиками. Берём ещё один магазин для АЕМки. Берём. Так, болт отдай. Отлично. И обыскать. А почему обыскать нельзя? А, точку надо определённо найти, чтобы обыскать тело. Ну да ладно. Так, тоже пустой. И ещё у нас тут два мента. Благо, у меня стрелы есть. Товарищ полицейский. Прошу прощения. И у вас тоже не классная штука, арбалет. Я прям вообще кайфую. Так, отдай болт. Отлично. Болтик вернулся. Хорошо, теперь обыскиваем тельце. У нас навык слабый. Там тоже вроде как навык какой-то есть. И тут ни хера сестак патронов и швейн набор. Вот это хорошо. Слушайте, а за баре есть теперь смысл обыскивать. Так, стрела, отлично. Стрела вернулась к нам. Хорошо, из четырёх зомби только с одного не вернулась. Э, у тебя что есть? Сстак патронов? Нихера себе. Слушайте, а их выгодно обыскивать. Так, у нас ещё осталось пол машинки. Здесь не открытый. Что-нибудь здесь ещё есть? Так, визуально? Визуально. По-моему, здесь больше ничего нет. Для полицейской машинки как-то скудновато, если её никто не лутал. Но она была вся закрытая. То есть, как бы, получается, её никто не лутал. И у неё вот такой вот хреновенький лут. Ну ладно, на халяву, скажем так, на алтаре, в безопасной зоне, я думаю, что пойдёт и это. На СВД, короче, 2000, типа, на снайперы. Я понял. А ты сейчас куда? На базу или ты здесь покупаешь патроны? Ну, мы на заказ. У нас человек заказал базу, ему построить. У вас даже такое можно. Ну, мы наёмники, да. Ну, фига, у вас круто как всё. А патрончики у вас что, можно здесь продать или к вам в замок идти? Ну, видишь, я деньги не брал с сова. Да туда замка дойтись-то. Надо будет тогда прогулять с ком. Ну, да, то ты как-то вообще не заходишь. Да, я чё тут всё трус-трус. У нас более... Ну, более выгоднее можно продаться, если ты лутаешь всякие патроны. И он всё за... Тащи, купим. Окей. Главдар, как называется. Я понял. Давай. Спасибо. Окей. Окей, так. Привет, понял. Может, документы... Держи. Проволок. Спасибо. Давай. Так, начну издалека. У меня опять немножечко упала кровь. Всё потому, что я попробовал свернуть вот этот вот тент, который стоит на дороге. Я почему-то думал, что это игроки его поставили. Ну, и когда нажимаешь на свернуть, то происходит кое-какая херня, когда ты теряешь половину крови, половину хп. Вот. Я тут смог себе ещё выменять целую пачку угля. Полный комплект химзащиты. Осталось даже немножечко денежек, что не может не радовать. И вот такой вот фильтр. Блин. Хорошо. Заход на алтарь был просто, просто великолепным. У нас с вами есть СЗД. У нас с вами есть полный комплект химзащиты. Всё, ребята. В следующей серии, если нас не подстрелят, мы с вами пойдём в Родейку. Куда ещё не решил. Либо на Тисы. Либо на СЗ. Либо на Алькатрас. Либо ещё куда-нибудь, потому что есть ещё зона с Родейкой. Но сам факт, что мы с вами всё это собрали и готовы идти, уже неимоверно радует. А знаете что? А давайте-ка, наверное, на этом будем заканчивать эту серию. Хватит. Так, я на самом деле её очень долго снимал. По всем этим бункерам лазил. Получилось чуть ли не дня 4 или 5. У меня на всё это дело ушло. Плюс то, что я болел, простите. В общем, спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока.